МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Он всему голова". Один из самых популярных продуктов в мире, без которого, пожалуй, не обходится ни один день нашей жизни. Это, конечно же, хлеб. Хлеб – один из немногих продуктов, который люди едят каждый день в разных уголках планеты. Мы настолько привыкли к этому угощению, что относимся к нему как к чему-то обычному и даже обыденному. А ведь он всему голова. Поэтому неудивительно, что у него есть свой праздник – «Всемирный день хлеба». Знаете ли вы, что история хлеба началась 15 тысяч лет назад? Сначала люди ели сырые зерна. Потом начали растирать их между камнями и выпекать из этой кашицы пресные лепешки. Технология изготовления постоянно совершенствовалась. Так со временем хлеб стал выше, мягче, вкуснее и ароматнее. Сегодня у каждого из нас на столе большой выбор хлеба. Ну а мы продолжаем рассказывать вам о разнообразных праздниках, посвященных интересным вещам и знаменательным событиям. Один из самых популярных продуктов в мире, без которого, пожалуй, не обходится ни один день нашей жизни – это, конечно же, хлеб. «Всемирный день хлеба» отмечается ежегодно 16 октября. Это международный праздник – помочь другим странам, которые голодают. Как раз после войны очень много стран голодало. И чтобы как-то выжить, как-то помочь другим, вот этот праздник – праздник хлеба. Вообще это очень важный праздник в плане даже воспитания детей. Для чего он нужен? Для того, чтобы мы не бросали показывать историю всю, показывать, как вообще добывался этот хлеб. Особенно во время войны каждая крошка хлеба была на вес золота. Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана правительственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства. Ведь хлеб – один из самых популярных продуктов в мире, без которого, пожалуй, не обходится ни один день нашей жизни. Вот поэтому и неудивительно, что у него есть свой праздник, который отмечается ежегодно. Русь, Россия, Родина, многонациональная Россия, многоязычная, многообрядовая. И все это объединяет закон, который был издан нашим правительством в 1945 году, «Когда праздник всемирный хлебу». Хлебу, потому что хлеб всему голова. У каждого народа есть свои обычаи, обряды. Как чествовать этот хлеб? Его чествовали всегда осенью, потому что был собран урожай. Поэтому традиционно во Всемирный день хлеба во многих странах проходят разнообразные выставки хлебной продукции, встречи кулинаров, пекарей, кондитеров, ярмарки и мастер-классы, народные гуляния, а также бесплатные раздачи хлеба всем нуждающимся, благотворительные акции и многое другое. Все желающие могут не только попробовать различные сорта и виды хлеба и хлебобулочной продукции, но узнать о том, как появился хлеб, его историю и традиции, из чего он сделан, где рос, как выпекался, в этот праздничный, светлый для всего человечества день хлебопеки со всех уголков земли принимает поздравления и наша признательность в тяжелом, ответственном деле выпечки вкусного, ароматного и полезного хлебушка. Большая концертная программа, цель которой – познакомить зрителей с творческими достижениями широкого диапазона детских коллективов, была организована при поддержке администрации городского округа Самары. Дом культуры «Заря» в полной мере является современным культурным досуговым центром, центром притяжения и развития культуры. Имея значительный творческий потенциал, Дом культуры «Заря» не только сохраняет, но и приумножает культурные традиции города Самара и Самарской губернии. Сегодня мы проводим городское межнациональное мероприятие «Хлеб всему голова», посвященный Всемирному дню хлеба. Сегодня здесь, на сцене ДК «Заря» присутствуют коллективы национальных центров и средних школ нашего города. Четвертая гимназия, школа «Яктылык», лицей «Созвездие» представляют свои творческие коллективы. Также здесь мы видим коллективы армянской организации «Найри», осетинского центра и башкирского. Сегодня на сцене ребята покажут, что только совместно, в дружбе, зная традицию друг друга, мы можем оставаться тем народом многонациональной Самары, которым и являемся. Только совместными усилиями мы можем развивать традиции национальной культуры. Только через традиции мы можем лучше постигнуть представителей разных народов, проживающих рядом с нами. И сегодня традиции хлеба, печенья хлеба, изделия из хлеба, как раз нас объединяют. Не случайно название праздника «Хлеб всему голова». Творческая программа объединила представителей нескольких национальных коллективов. Улочка с городом стоит недорого. Улочка с городом – счастье мое! Улочка с городом – так это здорово! Я вожжу сока, скушать ее! Зайти, пожалуйста, кружку с городом, такая вкусная улочка! Улочка с городом – так это здорово! Улочка с городом – так это здорово! Улочка с городом – счастье мое! Как и любой другой народ, армянский народ очень любит хлеб. Почему? Потому что, когда семья принимает пищу, они же в этот момент раздают друг дружку энергию, делятся ей. Я думаю, поэтому в армянской семье, так и в любой другой, очень почитается хлеб. И, как называть сегодняшнее мероприятие, конечно, в армянской семье тоже хлеб всему голова. В концерте приняли участие исполнители армянского, башкирского танцевальных коллективов, представители грузинской и таджикской воскресных школ, мордовского, осетинского и русского культурных центров, детских ансамблей, еврейской и чувашской национально-культурных автономий, а также танцевальный ансамбль регионального центра немецкой культуры. Значение мероприятий для детей трудно переоценить. Всем известна сентенция о том, что дети – наше будущее. И то, какими они будут, зависит от наших общих усилий. Благодаря плану, созданному в городском округе Самара, в рамках исполнения стратегии госнацполитики до 2025 года, совместно с Департаментом образования и Департаментом культуры, мы проводим это мероприятие. Организация проведения таких народных праздников для школьников направлена на всестороннее и гармоничное развитие ребенка. Изменения, происходящие в нашем обществе, заставляют нас по-новому взглянуть на народные традиции, праздники. А именно важно поддержать свою национальную культуру, сконцентрировать в себе характер народа, воспитывать достойную личность, которая сможет развивать и сохранять народные традиции. Совместными усилиями мы воспитываем наших детей в духе добрососедства, в духе взаимопонимания. Ведь сегодня ребята разных национальностей, ребята из разных школ, ребята, представляющих разные культуры, здесь, в рамках этого мероприятия, могут продемонстрировать свои умения, свои навыки, свое творчество таким же детям, как они, подружиться, укрепить те связи, которые с детства могут пройти через всю их жизнь. Традиционно осенью подводятся итоги собранного урожая. И, конечно, тех дел и мероприятий, которые прошли в течение года совместно с городской администрацией и национально-культурными центрами. Тема и содержание концерта способствует росту взаимопонимания и взаимоуважения между представителями разных национальностей. Сегодня мы собираемся вместе с тем, чтобы совместно обсудить наши результаты, результаты нашей деятельности по сохранению языка, традиций, культуры. Руководителям детских коллективов были вручены благодарственные письма, отметив их многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию и деятельное участие в общественной жизни города. Профессионализм коллективов, которые принимают участие в наших мероприятиях, неуклонно растет. И именно формат сегодняшнего мероприятия, когда мы объединяем на одной сцене коллективы национально-культурных центров, которые добились очень значимых результатов, и коллективы школьные, как раз и дает нам тот симбиоз, который позволит нам повысить уровень и одних, и других. Нельзя сказать, что чье-то мастерство выше. Они просто разные, воспитываясь в несколько разных условиях, проводя мероприятия в несколько различной направленности изначально. Теперь, объединившись вместе в рамках одного мероприятия на одной сцене, они перенимают навыки друг друга. Они не только знакомятся, они не только завязывают дружеские отношения, но и растут профессионально. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Изучение традиций и обычаев предков через культуру ведет к сохранению народных традиций и приобщению к ним детей. Ведь культурный опыт интенсивно осваивается на таких вот праздниках. Они знакомят детей с народными традициями, обрядами, фольклором разных народностей. А благоприятные и комфортные условия для общения созданы. В первую очередь городская администрация работает с некоммерческими организациями, которые проводят социально ориентированные мероприятия. В рамках этих социально ориентированных мероприятий мы можем поддерживать как, то есть поддерживать организационно, методически и финансово коллективы, коллективы как национально-культурных центров, которые созданы при этих объединениях, так и коллективы, которые привлекаются на мероприятия. Так в рамках сегодняшнего нашего праздника «Хлеб всему голова» мы имеем возможность привлечь школьные коллективы и оплатить труд наставников этих коллективов, которые подготовили номера именно для этого праздника, с тем, чтобы лучше представить культуру разных народов. Создают у детей радостное настроение, вызывают положительный эмоциональный подъем, формируют праздничную культуру. Рассказы о традициях праздника, его организации, гостевом этикете. Ну а подготовка вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству. Именно на основе интереса формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус. Наш город, наш регион, он многонациональный. И поэтому очень важно, чтобы все национальности жили в дружбе и согласии. И этим-то наша область и город отличаются. Мы всегда живем в дружбе, в мире. Мы общаемся с детьми, со школами. Несмотря на то, что у нас с углубленным изучением татарского языка и культуры, мы открыты. Мы сами ходим в гости в другие школы, в другие учреждения, общаемся с другими национальностями. Также и к нам наши двери открыты. К нам всегда приходят гости разных национальностей. Это и башкиры, и чуаши, и мордва, и все-все-все. Сегодня, как и во все времена, в любой стране мира хлеб и хлебобулочные изделия пользуются неизменной любовью. Даже сейчас, когда многие придерживаются различных диет, заменяя хлеб низкокалорийными хлебцами, галетами или сухариками, люди разных национальностей всегда бережно и трепетно относятся к хлебу, к своему кормильцу. Башкирское национальное блюдо, в основном, конечно, это мучные. И сейчас, в современном нашем мире, как бы, каждая башкирская семья на своих праздниках старается приготовить вот такие вот наши национальные блюда. Ну и от имени коллектива нашего, Ляйсяна, от Курулта и Башкир-Самарского, города Самары, мы поздравляем всех самарцев с этим замечательным днем. Хлебу всегда отводилось в самое почетное место. Он был и остается символом жизни. А в прежние времена хлеб и был главным признаком достатка в семье и благополучии в доме. Ведь недаром столько поговорок мы помним еще с детства. Хлеб всему голова. Без соли, без хлеба половина обеда. Без хлеба и медом сыт не будешь. Что для татарского народа значит хлеб? Хлеб для нашего народа – это особенный продукт. Считается, что хлеб – это продукт из рая. Поэтому отношения к нему соответствующие. Хлебу нельзя относиться неуважительно. И если крошки упали на пол, то обязательно татарин их поднимет. Это традиция, это передается от старших поколений к младшему. Татары любят изделия из муки. И, конечно же, все знают наше национальное блюдо чак-чак. Меньше известен баурсак, но тоже очень популярный. Ну и, конечно же, пащпачмак, всякие перемещи, бялишляри и так далее. Татары очень любят мучные изделия. Кстати, история хлеба насчитывает несколько тысячелетий. Согласно научным исследованиям, первые хлебные изделия возникли около 8 тысяч лет тому назад. Внешне они выглядели как лепешки, готовились из крупы и воды и выпекались на раскаленных камнях. А еще считается, что первый дрожжевой хлеб научились делать в Египте. И уже тогда хлеб считался кормильцем и ассоциировался с солнцем. И даже обозначался с ним в ранней письменности одним словом – кругом с точкой в центре. Данный продукт в разных видах, приготовленный из разных злаков, существует и поныне у многих народностей. Мексиканцы питаются тортильей, африканцы – эпиопской инжерой, китайцы – бабаином. А какому хлебу отдают предпочтение и юные сморчанки? Какое самое ваше любимое хлебное изделие? Булка. Шарлотка. Ванильные булочки. Ванильные булочки. Пирог с вареньем. Пирог с яблоками. Круассан. Булочка с маком. Пирог с яблоком. Пирожок. Баурсак. Шоколадный кекс. А из сладостей традиционно? Наше любимое блюдо – чай-чай! Причем в старину белый хлеб употребляли в основном люди из высшего сословия, а черный – из серой из-за цвета. Хлеб считался едой бедноты. Лишь в 20 веке, узнав о пользе и питательности ржаного и зернового хлеба, он стал пользоваться большой популярностью. Люди, сохраняя свой род, тем самым сохраняют обычаи, традиции. Это передает детям. И тем мы сильны. Поэтому у каждого народа есть свои обрычи. У Чуваш Чуклеме, у Татар Сембеле, а в начале лета у Чуваш Агадуй, у Татар Сабантуй. Это же праздники мира, земли, традиции, поклонения земле. Это сохранение обычаев, традиций. Такие обряды есть у всех. И поэтому как здорово, что все мы здесь сегодня собрались на этот праздник, когда мы почитаем хлеб. Хлеб всему голова. Отсюда и сохранение мира, любви, красоты, уважения к людям, проживающим на территории Самарской земли, на территории нашей России. Во славу нашего хлеба будем жить, существовать. И во славу нашей земли Самарской мы будем еще долгие лета жить в мире, красоте и любви. С праздником всех! С днем хлеба! Надо сказать, что и на Руси к этому продукту испокон веков относились бережно и с любовью, воспевая полдородную землю, дарующую главную пищу. А русские хлебопекарные традиции имеют давние корни. Наши бабушки очень трепетно и с благословением относились к выпечке в хлеба. Этот процесс считался таинством и был действительно сложным делом. Перед замесом теста хозяйка обязательно молилась и вообще подходила к процессу вмешивания теста в хорошем расположении духа, напевая душевные песни. Все это время в доме было запрещено громко разговаривать, ругаться и хлопать дверьми. А перед тем, как отправить кровать в печку, над ним делали крест. Даже в настоящее время в христианских храмах прихожан причащают вином и хлебом. Молодых встречают на пороге дома родители с караваем и солью. Отправляя родных в дальнюю дорогу, любящие люди всегда дают собой уезжающему в краюху хлеба. Я думаю, что это самое главное, когда люди приходят друг к другу в гости, когда люди угощают своими угощениями, своим приготовлением, своей выпечкой хлеба. Ведь каждая хозяйка пекла хлеб по-своему. Свой секрет, свои какие-то добавки в этот хлеб были, какие-то булочки, какие-то пирожки. И было такое разнообразие. Ведь каждая не просто пекла хлеб, но на еще каждый раз это же искусство приготовить свой хлеб. Закваску свою приготовить, ее сохранить, поделиться этой закваской с другими людьми. И вот это вот, знаете, сохранение рода, вот это вот единение, наверное, самая главная основа, которая существует в людях российской земли. Люди всех национальностей всегда с особым почетом уважали и относились к хлебу, как к кормильцу своей семьи. В прежние века хлеб был основным показателем хорошего материального достатка. Кстати, хлебу посвящено много праздников, и у каждого народа они свои. У Чуваш есть праздник, чуклеме. Праздник, когда нужно было соединить нить урожая многовековую, много тысячелетнюю. Каким образом соединяли урожай старого хлеба и нового? Соединяли вместе, милили муку, и только после того соединения, которые делали мирскую муку, разрешалось печь хлеб нового урожая. Для этого в зимние, вот в эти осенние вечера, праздники, дни собирались в доме уважаемых людей этого рода. Все сходили, приносили из домов свою муку, старого урожая, нового, пиво, сваренное со старого, хмели и снова, все сливали в общую. Целый день праздновали, чествовали, почитали друг друга, ходили в гости, пели, а потом вечером, уходя домой, каждый брал вот эту смешанную мирскую муку, всего рода уносил домой и высыпали в свои амбары, в свои сундуки, в свои лари. Все это мешали, и считалось, что вот древние обычаи чувашского народа продлены. Я думаю, что такие моменты изготовления мирской муки, мирского пива был и в других народностях. Возможно, он доподлинно не сохранились, но вот эта вот нить у чувашей сохранилась. Хлеб посол мира и дружбы между народами остается им и ныне, изменяется жизнь, переоцениваются ценности, а хлеб-батюшка, хлеб-кормилец остается самой большей ценностью. У каждого хлеб свой, каждый по-своему помнит, воспринимает и ценит его. Но есть для всех без исключения одно общее. Хлеб – это жизнь. Хотелось бы пожелать всем жителям города Самары внимательно следить за сайтом администрации городского округа, за пабликами в соцсетях, потому что информация о таких мероприятиях там размещается регулярно. Приходить на эти мероприятия, приходить всей семьей, приводить своих детей, потому что охватить все население городского округа, мы пытаемся, но не в состоянии. Нам нужно ваше участие, ваше деятельное участие, ваша активность. Приходите на мероприятия, знакомьтесь, общайтесь, приобщайтесь к культуре многонациональной Самары. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ